ты куда собираешься а вот это куда марин в горы дочь ты в горы едешь а мы в нью-йорк с папой ты тоже туда думаешь это горы нью-йорк да да а еще ты считаешь что там вкусно будет пахнуть ты собрала с собой чемодан да относишься к тому что я внесу свои коррективы в твои сборы ты не знаешь что такое коррективы понятна давай в мою машину вот такая вся такая снега смотри а в новой гуфири конечно когда ты думал в новой гуфири когда ты с папой не слил в машину ну да и узаны и узаны бывают по новей выбрасывают выбрасывают у нас обычно контейнер хай контейнер с прессом стоит подъезжает машина его забирают и увозят и двери эти обычно закрыты да папа моет машину нам марина не трогай марина сегодня сама одевалась хэровинские черные носки надеюсь вопрос со вкусом решится посту попозже 8 октября 2 40 дня проснулась я проснулась мне пора ложиться спать потому что завтра вставать в 5 30 о чем я думала это хорошо еще рейс перенесли на 7 30 на 8 когда покупала билеты это же как надо было быть в приподнятном настроении чтобы так оптимистично смотреть на то чтобы встать в 5 утра а что там были позже 10? я не знаю на своих ошибок нет потому что я не мама и не мама Марина собирается в горы я поняла она не совсем понимает разницу между городом и городом мы в город не в горы, а в город я не знаю я не знаю аргументом, я не знаю я не знаю почему? ты мне не доверяешь у меня еще куча и что нужно если нужно что то купить в дорогу то лучше всего это поставить на последний день у нас же было как раз два месяца чтобы купить себе обувь А я, если что, поеду вот в этих морях. Только в этих морях. Боюсь, что вы как-нибудь сейчас на губе, а в море не всякое. Нет. Никто ничего себе не хочет. Так вот, последние пару дней хожу в напряжение. Можешь ты тут мне вбернуть? Спасибо. Хожу в напряжение, потому что пытаюсь вбить фирма в приложение. Наш рейс, свое имя. И мне выдает, что... Что-то не летишь? Да. Что такого рейса нет, сидите дома. Будет смешно завтра встать в 5.30 утра, приехать в аэропорт и обнаружить, что рейс отменен. И я как-то чувствую, что что-то как-то не... Ну что, догадаешься, что со мной не так? Нет. Ну, у меня приложение American Airlines. А мы летим через United Airlines. И American Airlines говорят, что я с ними не лечу. Дураки все. И я тоже. У тебя такой милый эльцгеймер. Это просто тупень, мне кажется. Ужас. Ну, я потом скачала приложение United Airlines, и они тоже сказали, что успокойся. Тоже не летишь? А там что вообще? Там какая-то там ерунда. Они не выдают. Они выдают каждое место, но я пыталась зачекиняться в приложении. И они не летят. А? И они говорят, что Эдик не летит. У Эдика нет места. То есть всем места пробиваются, а у Эдика два прочерка. Знаешь, что такое бывает? И они предупреждают, и даже они не обязаны ничего возмещать. Если ты придешь, а билетом продалось больше, и все придут. Ну, нет, я вот это у меня вообще пришла сутка. Я прямо на челонерзу, потому что что-то вот такое у меня тоже вспоминается, что какая-то туристика может быть. Я слышал несколько раз таких случаев, что продают билетов больше, чем мест самолета. И я не понимаю, почему пассажиры билетом никак не защищены. Как это я купила билет, я думаю, что я должна два билета покупать, чтобы точно улететь. Возможно, возмещают, но ты не улетишь, это факт. То есть, кому первому выдали посадочный талон, то ты сядешь. То есть, возможно, деньги возвращают. Ну, так верю, черте, что завтра, если что. Ну, короче, я прямо вот нервничаю, что-нибудь. Устроим драку, истерику, все по-нашему. Да. Никакой по счету. Значит, высадят борт проводник одного. И этих справятся. Он талантлив по всем. И даже покажет, как одевать жилет и не тонуть. Мы приехали, и Рома сразу же узрел. Что ты узрел? Сомнительную надпись. White House и Black Market. Ну, такое, конечно. Сдаётся мне там, где при торговле рабами. Я тоже называлась Market. У нас, Рита, это дело на миллион. И у меня есть план. Красивенький. 79, не знаю, ты со скидкой, да? Да. Для, для репарации. Для репарации. Для репарации. Для репарации. Это репарации. Это репарации. Да. Да. И я должен быть проверять. Когда репарация будет открыть. потому что мы не были до сегодняшнего дня. И я могу вернуть это? Если у меня есть лицо, я могу вернуть это? Если у тебя есть? Да. Если у тебя есть лицо, то ты можешь, но это не может быть убранным. Если у тебя есть лицо и есть что-то плохое, то ты можешь вернуть это. Если у тебя есть лицо и есть что-то плохое, то можешь вернуть это. Если у тебя есть лицо, то можно вернуть это. Я могу вернуть это или я могу вернуть это? Да. Это зависит от того, если у тебя есть лицо или нет. У меня есть лицо. У меня есть лицо за 1 год. Хорошо, я понимаю. Это 67? Да? Только в секунду, я поговорю с моим мужем. Спасибо. Пока! Я провернула схему махинацию. Идем к папе. Все, у меня все готово. Что-то отчебучило. Рассказываю, у Риты выпал камушек в этом, в Некласе, как это, в подвеске. Я ювелирку в Сваровске есть гарантия год, но нужно иметь чек. Так как чека нет, то они тоже могут отремонтировать, но за 50 долларов. А зачем мне нужно 50 долларов тратить эти лирити, если можно просто у них купить новый чек, а потом вернуть и как будто у вас выпало. Это же не номер... Это уже сделает? Да. А Неклас я зашла, он последний был. Я его схватила. И после Нью-Йорка мы сходим и вернем поломанный. А я там буду завернула и все провернула. Это только начало операции. Да. Еще может ничего не получится, у вас будет два Некласа. Поздравляю. Ну вот что у нас что не получится? Вот что за это? Вот завтра в самолет, но может не сядем. А сегодня у нас все получится. Идем. Да. Что показывают? Что? Что происходит? Ну я смотрю. Вот ты смотришь? Для девочек там. Здесь для мальчика. Что вы тут на моей стороне делаете? Извините. Мы зашли в New Balance. 70 скидки есть. Рома вот такие пошел мерить. Марина нашла себе уже шлепки, сейчас покажу. Вот с этими с желтыми и красными минус 30% от вот этой цены еще. 70 долларов минус 30%. Какие-то зимние, по-моему. Что-то не подойдет. Ты довольна? Угу. Выпросила? Угу. Ну, старые. Знаете, почему я старые выпросила? Потому что здесь была такая штучка, она здесь дровила меня. Ну так мы купили Роне кроссовки, два набора носков и Марине вот эти вот шлепки. Цены. Рома на 69. Финальная цена. А, они стоили 70. А, продали их за 48,99. У нас проблемы. Фух. Сегодня 8 октября. День юриста. И у меня прям все мое юридическое нутро за себя, за справедливость прям бунтует страшной силой. Сказываю. У нас семь билетов. Три у нас, четыре у Сладкова. Я наконец-то выяснила, что нельзя регистрироваться через другие авиакомпании. Выяснила, в какой авиакомпании мы летим, слава Богу. Но не тут так было. Вопрос не решился. Я ввожу свои данные. Они меня спрашивают, вы хотите всех семерых зарегистрировать, чекин сделать? Я говорю, да. Говорят, окей. Мы вам делаем. И показывают мне места для всех, кроме Эдика. У Эдика мест прочих. Места нет. И вверху такая типа варанти, что число может измениться. Я начинаю, у меня начинаются вспоминать какие-то истории. И Рома подтверждает, я позвонила Рите. Рита подтверждает, что есть такое здесь. В Америке продают. Я не понимаю, как это пропускается, как это возможно. Продают билетов больше, чем возможно посадить в самолет людей. Какого черта? Дальше. Хорошо, давайте мы зарегистрируемся хотя бы у нас шестерых. Они говорят, а у вас нет чемоданов за дополнительную плату? Тогда вы не можете зарегистрироваться онлайн. Тогда вам нужно подойти на стойку регистрации, либо к автомату в аэропорту до вылета и зарегистрироваться там и получить boarding pass. Да. Я сейчас либо зачикинюсь у стойки, либо подойду к ним, там поругаюсь, либо вернусь домой и забронирую места с чемоданами. Я очень надеюсь, что я просто себя накрутила и сейчас все будет чики-пики. Очень надеюсь. И дело в том, что такие ситуации возникают постоянно. И вроде бы у тебя есть права, вроде бы ты их даже знаешь, но без знания английского это все становится так тяжело. Самолётики наши. Ауль, а как въехать сюда? Это выезд. Закрыто. А сюда можно? Это выезд тоже. Приехала, блядь, разбираться, ругаться, хоть бы с парковкой разобраться. Что есть на приспособление? Костыли прошлый век уже? Да я в курсе, давай. Приехала. Так, ну что, супер скандала не вышло, извините. В следующий раз я постараюсь. Уже почти приехала домой. Сейчас я зайду в Walmart, чтобы взять всяких снеков, детям печенюшек, каких-то сухой паёк, так сказать, в дорогу. Тыковки по 4 доллара уже. Смотрите, какие большие. Помните, вот в том месте, где Марина в шапке бегала, вот такие стоили почти по 20 долларов, по 17. Вот вам, пожалуйста, Walmart. 4 бакса. Тоже симпатичный. Так, мы за снеками пришли. Вот это вот Марина, но я возьму парочку. Смотрела влог у Риты, и кто-то там спрашивал, почем бекон. Вот смотрите, вот 4,98, 3,47, 1 лак, то есть полкило. И дальше вот их за 7,12. Вот такой вот за 8,68. В общем, от 4 и выше. Так, мальчики и девочки, по поводу Chia Seeds. Смотрите, Organic 8,94, это сколько здесь? Почти килограмм, 907 грамм. Не Organic 7,96. А, нет, тоже Organic. Тоже Organic, тоже 907 грамм, только упаковка. Другая 7,96. А где обычная для людей без претензий? Что-то я не вижу, не Organic, только Organic. Super Seeds. Вот такой я люблю брать и добавлять куда-нибудь в супы, везде незаметно, чтобы у меня была здоровая семья. А еще был разговор про колбасу и типа вот докторская. Это вот типа из индюшки, но это самая приближенная к нашей докторской, но я все равно считаю нашу докторскую вкуснее. Я бы взяла, если бы мы завтра не уезжали. Так, это твое? Угу. Это мое? Да. Это окна? Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА